Недельная глава Торы Итро. И это особенная недельная глава Торы, потому что мы в Шаббат услышим 10 заповедей, которые Всевышний сказал на горе Синай. Кто такой был Итро? Итро, он не был евреем. Он был тесть Моисея, тесть Муше. Когда Моше сбежал от фараона, фараон хотел его казнить. Он попал в Медьян, государство соседствующее недалеко от Египта. И там он познакомился, там были девушки, дочки Итро, и он женился на одной из дочек Итро, которую звали Цепора. Недельная глава именно называется именем Итро, как бы даже не еврея. И такая глава, в которой говорится 10 заповедей. То есть Итро заслужил своим поведением тем, что он сделал, что целая глава Торы названа его именем. Так что же сделал Итро? В самом начале написано «Вейшма Итро», то есть услышал Итро, что Итро услышал, что евреи вышли из Египта и о войне с Амалеком. Помните, я рассказывал, что в конце предыдущей главы было то, что египтяне утонули в море, после развержения Красного моря. Они утонули в море, когда евреи уже прошли, на них напал Амалек. Итро услышал, что была война с Амалеком. После этой войны евреи начали продвигаться в сторону горы Синаи, чтобы получить Тор. Итро пришел со своей дочкой, потому что Моисей, когда пришел в Египет, его встретил его брат Арун, старший брат Арун. И он говорит, ты сам пришел сюда и привел еще свою жену и двоих сыновей дополнительно в рабство. Зачем тебе это надо? И они возвращаются, значит, Цепора с сыновьями Моисея. Сыновей Моисея звали Гершом и Элиезер. Два сына у Моисея было. В конце концов, они не заняли какое-то особое место в истории еврейского народа. Не было продолжения у Моаше. У Моаше продолжение был его, можно сказать, слуга, которого звали Йошуа. Но, то есть, он был продолжением, Моисей передал ему права. Хотя, конечно же, Моисей хотел, чтобы его дети тоже были и занимали какие-то посты. Но Всевышний решил по-другому. Моше он был, как Всевышний сказал, так оно и будет. То есть, у него не было вопросов. Он хотел, как любой отец хотел, но Всевышний решил по-другому. Теперь, Итро услышал об этом, и он пришел. Что он хотел? Он хотел принять еврейство. Это первый нееврей, который услышал, когда уже еврейский народ вышел, он принял еврейство. И что особенное в том, что он принял еврейство. Итро, на самом деле, он был очень богатый. Он в Медьяне занимал очень важную должность. Он был Коэн. Коэн – это служитель для богов. Служитель богов. Итро служил всем идолам, которые только возможны были. То есть, у него была духовность. У него была духовность. Он искал себя. И поэтому он служил всем возможным идолам. И, в конце концов, он был идолопоклонником. Услышав прав Всевышнего, он понял, что еврейская вера, еврейский бог – это истина. Он бросает все, свое положение, свой дом, в котором он жил. И приходит в пустыню к евреям, чтобы принять еврейство. Моисей и его брат Арон, и все 70 мудрецов, и, в буквальном смысле, весь еврейский народ вышли. Как бы Моисей – это его тесть. Он должен был выразить уважение к своему тестю. Он вышел. И вышли все. Почтить Итро. Рэбби объясняет интересную вещь. Написано, и услышал Итро о том, что евреи вышли из Египта, о войне с Самалеком и пришел. Вообще, весь мир слышал о том, что евреи вышли из Египта, о том, что распуспелось Красное море, о том, что была война с Самалеком. Все слышали. Но почему? Никто не пришел. Никто не пришел. Пришел единственное кто – это Итро. Существует два способа слышать. Есть – слышать. Я слышал такое выражение – агерн. Герн наидыш – слышать. Правильно? Агерн. Есть такой агерн. Агерн – это как бы принять. То есть ты можешь слышать. Ты можешь слышать новости. Ты можешь слышать все, что ты хочешь. Но это в одно ухо зашло, в другое вышло. Не воспринимается. Оно может восприняться. И ты можешь даже выразить солидарность, что да, это все очень хорошо, прекрасная идея, прекрасное событие. Все. Но ты с этим не сжился. Ты это не взял в себя. И тогда никаких изменений в тебе не происходит. А Итро, когда он понял, что это истина, что это настоящее, что есть Бог и есть возможность служить Всевышнему по-настоящему, он бросает все свое дало поклонства. И он хочет идти с еврейским народом в пустыню, неважно что, и присоединиться к еврейскому народу. И что интересно, Рэбби объясняет, что недостаточно было ему услышать, что фараон получил 10 казней, что раступилось Красное море. Именно, когда он услышал о том, что была война с Амалеком. Что особенного в войне с Амалеком, что на Итро это так повлияло. Рэбби объясняет одну вещь. То, что мы с вами учили, что Амалек, у него нет никакой причины было воевать с еврейским народом. Фараон, да, он хотел воевать с еврейским народом и забрать их обратно в рабство, потому что он потерял рабов. Какой смысл было Амалеку воевать с еврейским народом? Никакого, никакой территории мы не занимали у них. Ничего, мы двигались получить Тору и двигались в Эрот Исраэль. Эрот Исраэль это не земля Амалека. Кто такой Амалек? Амалек это был сын Эйсава, то есть у Якова был сын, у Якова был брат Эйсав, у него был сын Элифаз. Это у этого сына, то есть это внук Эйсава, которого звали Амалек. Что интересно, что мама Амалека, понимаете, я, к сожалению, забыл ее имя. Она хотела, мама Амалека, то есть она хотела принять еврейство. Она пришла и ей не разрешили, ее не приняли, не дали ей еврейство. Кто тогда был? Тогда был Яков. Она не присоединилась к еврейству, но она очень хотела. И у нее после этого была большая ненависть к евреям. И она пошла к брату Якова и вышла замуж за его сына. Когда она вышла замуж за сына Эйсава, которого звали Элифаз, у них родился сын Амалек. То есть она всю жизнь воспитывала его в ненависти к еврейскому народу. То есть обычная страшная ненависть, которая не зависит ни от чего. Ты будешь хорошо, как говорится, сделаешь все, чтобы был мир. Ты сделаешь все возможное, чтобы жить в мире с этим народом, но он хочет тебя уничтожить. Так вот, когда Итро услышал о том, что есть такой народ, который ни за что хочет уничтожить еврейский народ, то он понял, что есть особенность у евреев в служении Всевышнему. Потому что, сейчас я вам расскажу два вида антисемитизма. Есть два вида антисемитизма. Значит, какие два вида есть антисемитизма? В Талмуде, скоро мы приближаемся к празднику Пурим, и там говорится об Амалеке. Кто был Аман? Он был из рода Амалеков. Был Ахашверош и был Аман. Ахашверош, он был король, который дал разрешение Аману уничтожить весь еврейский народ, не дай Бог. Аман хотел уничтожить весь еврейский народ. Только почему? Потому что Мардыха ему не поклонился. Один Мардыха не поклонился, надо уничтожить всех евреев. Вот это Амалек. Значит, и есть в Талмуде глава, которая описывает все связанное с Пуримом. И там приводится пример. Аллегория такая, что такое антисемит? Что такое Амалек? Рассказывается о двух соседях. О двух соседях, у которых есть участки земли, которые рядом находятся друг с другом. У одного соседа есть на участке гора, а у второго соседа есть яма. Выходит первый сосед погулять, ему нужно пройти до конца поля. Что ему приходится делать? Поднимается на это возвышение, на этот холм, спускается, проходит много времени, ему уже надоело. И каждый раз ему надо трудности преодолевать, чтобы пойти до конца поля. Второй сосед тоже самое хочет пройти до конца поля, но у него есть яма, ему приходится все время обходить эту яму. В конце концов они собрались, и тот сосед, у которого яма, говорит, слушай, давай, у тебя есть холм, а у меня есть яма, давай, снесем твой холм и заполнил этой землей яму. Это пример отношения Амалека, антисемита к еврейскому народу. Теперь, Рэбби говорит, какая связь, холм, яма, какая связь между этой историей и антисемитом? Он говорит, о чем все просто. Если взять пурим, Сидите, сидите. Извините. Да все нормально. Если взять пуримскую историю, то Ахашвирош, король, это сосед, у которого есть холм, а Аман, это сосед, у которого есть яма. Что сделал Аман? Он попросил у Ахашвироша разрешение убить еврейский народ. А, и в этой истории сосед, у которого яма, приходит и говорит, слушай, я заплачу тебе деньги за землю на этом холму. А тот говорит, нет, не надо, забирай эту землю, мне только поможет это, я избавлюсь от этого холма. То же самое, когда Аман пришел к Ахашвирошу, он предложил деньги за то, что он убьет всех евреев. Ахашвирош, ему нужно было, он говорит, не надо, я готов отдать тебе евреев бесплатно, убивай всех. В чем дело? Значит, есть Аман и есть Ахашвирош. В принципе, они два антисемита, но у них есть разница. Аман, что мы говорили, Аман это холма или яма? Это яма, правильно? Сосед с ямой, это Аман. Почему яма? То есть, что такое яма? Есть пустота. Когда Аман видит Мардыхая, когда Аман видит еврея, написано, что было стертое во имя Гитлер, он сказал, что он готов убить всех евреев, только есть две причины основные, что они сделали вред всему миру. Значит, вред телу, то, что мы делаем бритмила, и вред душе за то, что есть совесть, за то, что мы принесли в этот мир мораль. За то, когда мы получили Тору, в принципе, эти 10 заповедей говорят о морали. Не убей, не укради, не привлеподействуй, уважай папу и маму. То есть, он сказал, это плохо. Мы должны быть, Гитлер говорит, мы должны быть выше этого. Что это значит? Что когда видят еврея, когда видят еврея, видят человека, что у него есть Бог. У него есть Бог, он верит Богу, он одевается, как должен одеваться еврей, он служит Всевышнему. Параллельно с этим он может жить, он работает, он в обществе, он может жить в Израиле, он может жить за границей. Но видят, что еврей заполняет свою жизнь не только материальным, но и духовным. Учи Тору, отношения к детям, отношения в семье, еврейская мама. Все вот это вот другой народ видит. И то же самое. Пожалуйста, если ты хочешь, и тебе это нравится, и тебе нравится, как мы живем, присоединяйся к еврейскому народу. В еврейском народе нет цели сказать всем, пожалуйста, приходите. У нас нет, как это называется, ну, когда у христианства было, так хотели как можно больше, чтобы стало христиан, правильно? А у евреев наоборот. Вот, ты хочешь прийти в еврейский народ, так мы тебя должны по закону еще три раза отговаривать, чтобы, на самом деле, не все должны быть евреями. Есть евреи, у нас есть заповеди. Есть и не у евреев семь заповедей, которые можно выполнять. И то же самое ты можешь служить Всевышнему, тем самым, что ты соблюдаешь всем заповедей. Ты служишь Всевышнему, ты обращаешься к Богу. То есть, получается так. Вот это вот яма, человек начинает чувствовать себя ущербно. Он чувствует, когда он видит еврея, он чувствует себя ущербно и считает внутренне, чувствует свою пустоту. Так Итро, когда он увидел это, так он пришел в еврейский народ. Сейчас очень сильно распространяется вот это вот семь заповедей Ноаха. Я знаю, в России и на Украине очень сильно есть люди, которые как раз-таки хаббат работает с ними и учат, что такое семь заповедей Ноаха. Это не так все просто. И люди чувствуют себя вполне комфортно. Не обязательно всем быть евреем. Так вот, то же самое, если вы можете посмотреть. Я прочитал, что Организация Объединенных Наций, УМ. Так вот, я специально записал. С 2015 года, когда в Сирии погибло 200 тысяч человек, 200 тысяч, они объявили в Сирии всего лишь 10 нот протеста. Значит, они говорят, что так не может быть. 200 тысяч человек погибло в Сирии. В Конго 5 миллионов погибло. 1 миллион в Судане. Значит, и что получается? Ирану они дали 7 нот протеста. В Корее, Северная Корея, со всеми там, там уже что творится? 8 нот протеста. В Сирии 10 нот протеста. А знаете, сколько дали в Израиле ООН с 2015 года? 141 ноту протеста, что здесь творится бесправие, что здесь творится ужасная страна Израиль. Так можно посмотреть на то, что сейчас даже в новостях было, что люди, которые связаны с ООН, которые были в Газе, они были замешаны в том, что творилось 7 октября. Ничего, мы выиграли в суде, так что... ОНРА. Ну, и добавить на ОНРА. ОНРА, ОНРА, правильно. Так, в чем, в чем же вот эта вот яма, когда человек видит, и он чувствует свою ущербность в чем-то, так хорошо, двигайся, поднимайся, приближайся. Нет, лучше уничтожить. Когда нет человека, нет проблемы, нет народа, нет проблемы, тогда не будет вот это вот ощущение, что есть совесть. На самом деле, что распространялось больше всего, что евреи обманщики, что евреи хитрые. А на самом деле так и нет. Евреи были порядочные и остаются порядочным народом. Я не говорю о том, что могут быть частные случаи, это понятно. Но как народ, если взять, например, ну, это общая, всегда говорилось о том, что есть в Союзе был директор не еврей, а замдиректора еврей. Почему? Потому что еврей держал все, и этот директор был уверен, что все будет хорошо. Иногда так оно, это шутка, но на самом деле так часто бывает. Антисемит говорит, где твои деньги в банке, а кто директор банка евреев? Говорит, ну, это особый еврей, он особый, он честный, а все остальные, это не то. Понимаете? Поэтому это вот как раз-таки отношение к яме. Ахашвирош. Ахашвирош, мы говорили, что Ахашвирош – это холм. Почему холм? Потому что это другой вид антисемитизма. Другой вид антисемитизма. Холм – это наш народ видит. Наш народ на виду. Нас мало, но везде есть евреи. И так оно получается. Опять-таки, хорошие адвокаты, хорошие врачи в управлениях, власти. Понимаете? То есть, нас видят, и мы, получается, занимаем чужие места. Если взять, например, государство, Россия, Украина, не важно где. Если видят, что есть евреи в управлении, есть евреи, которые влиятельны, то, по большому счету, не евреи можно сказать, а почему евреи здесь находятся? Они нам не нужны, мы хотим, чтобы эти места были для нас. То есть, вот это Ахашвирош, он был антисемит по другой позиции. У него, просто ему мешали, потому что видел, что евреи могут и занимают посты. Например, Мардыхай, он был советник Ахашвироша. Поэтому, вот это вот пример, как есть два вида антисемитов, которые холм и которые яма. Но то, что в Испании произошло... То же самое. Это холм. Потому что там было, в общем-то, изгнание всех евреев, которые стояли на самых высоких постах. Ну, то же самое в Германии было, когда пришел Гитлер. Гитлер, когда пришел, евреи занимали посты, руководящие посты. Сейчас, ну, я не знаю, как там будет, но вот, например, в Украине, там у меня есть один, с кем я работаю, так он говорит, что сейчас на Зеленского, я не знаю, там он еврей или не еврей, ну, как бы еврей, считается, что еврей на Зеленского, есть уже настроение, что вот он еврей, довел Украину и всякие другие вещи. Не знаю, опять-таки, это мы не должны в это лезть. Как говорится, Всевышний управляет этим миром. Раз он там, значит, какая-то цель есть того, что он там. Но, это два вида антисемитизма. Есть одна история, мы каждое утро говорим такое благословение, что Всевышний, мы называемся избранным народом. Значит, и действительно, мы говорим спасибо Всевышнему, что ты нас выбрал. Для чего ты нас выбрал? Для того, чтобы дать нам Тору. И мы соблюдали Тору. Существует мнение, и это написано в Медрашах, что Всевышний предлагал другим народам тоже Тору, перед тем, как предложить нам, он предлагал другим народам принять Тору. Другие народы не приняли это, принял еврейский народ. Мало того, что мы приняли, мы сказали, сделаем, и будем слушать. Что значит, сделаем и будем слушать? Вот сейчас, на этой недельной главе Тору. То есть, слушать, это имеется в виду понимать. Мы будем делать, а потом мы поймем. От тебя, Всевышний, мы принимаем то, что ты нам скажешь. Мы уже уверены, что это все будет хорошо, это будет положительно для нас. Это и существует сейчас. Я общаюсь и имею, как бы учусь с молодежью немножко. И он мне говорит, я хочу понять, а потом сделать. То есть, обратное. Сделаю, а потом пойму, а потом буду делать. И на самом деле это существует у многих людей. Я хочу понять, а потом делать. Но я ему говорю, чтобы понять, чтобы понять. Для того, чтобы понять, должен быть инструмент. Должен быть сосуд для того, чтобы ты это понял. Как ты можешь это сделать, сосуд? Когда ты начинаешь это делать, митцву, тогда у тебя появляется сосуд, чтобы ты начал понимать. Обратно не работает. Потому что вера во Всевышнего, она на то и есть вера. Вера, она выше разума. Я верю, что есть Бог. Я чувствую, что есть Бог. Он говорит, да, я чувствую, что есть. Я верю, что есть Бог. Но, как бы, задают такие вопросы. То есть, очень важно человеку начать что-то делать. Потому что вера, если ты связываешь выполнение заповеди со своим пониманием, то когда не будет понимания, тогда и не будет заповеди. Если ты веришь в Бога, и даже если ты не понимаешь, а я это делаю, то тогда фундамент стойкий, фундамент правильный. То есть, нельзя нам строить вещи только на своем разуме. Разум очень хорошо, разум очень прекрасно. Мы должны включать наши... Мы хотим понять, но не всегда это возможно. Потому что Всевышний находится на таком уровне, что не всегда мы можем подняться и понять замысел Всевышнего. То же самое, люди спрашивают, а почему так произошло, а почему так произошло. Ну, нет у нас ответа. Также у Рэби спрашивали, а почему произошло, что 6 миллионов евреев погибло. Ну, ответа нет. Ответа нет. То есть, невозможно. И вот как раз таки история трогательная. Был такой... В Натане есть больница, которая называется Лениада. Там ее построил Рэби из Цанз. Там есть большая община хасидов Цанза. Этот Рэби попал со своей семьей. У него было 11 детей. Жена и 11 детей. Они попали в концлагерь. Во время войны. Жена и все дети погибли. Он остался жив. Но была одна история. И это рассказывают свидетели. Что пришел фашист. Знали, что он Рэби. И фашист пришел, ударил его. И говорит, ну... Так вы... Рэби говорит, да. Мы избранный народ. Он его еще сильнее ударил. Рэби упал. И все начали смеяться там фашисты. Он говорит, вы избранный народ. Ты посмотри, где ты и где я. Он говорит, да. Мы избранный народ. Еще удар. Короче, Рэби уже... У него кровь идет и все. И он говорит, мы избранный народ. Потом он добавил. Пока... Как бы... Вот, я записал. Я это лучше прочитал. Пока мы не убиваем и не издеваемся над безвинными людьми, мы избранный народ. Пока мы не убиваем и не издеваемся над безвинными людьми, мы избранный народ. Как раз таки вот в этом и есть наша сила. То есть, мы избранный народ, и Всевышний нас избрал выполнять заповеди и служить Богу. И в этом есть определенное даже преимущество у наших врагов в чем-то. Потому что мы со своей моралью и со своей честностью и со своими позициями мы не можем... Вот есть враг сейчас, а мы добить его не можем. Мы начинаем... Наша мораль не дает. Они бы добили, не дай Бог. А наша мораль нет. Потому что мы начинаем думать, это безвинные, это такие, это несчастные. Понимаете, у нас есть хесед, доброта. И мы не можем себя... Это у нас природное. Заложено в нам, Всевышним, в наше качество. Хесед и Рахамим. Да, хесед и Рахамим, это как бы доброта до такой степени, что это передается как бы... Это даже не наша заслуга, это передается по наследству. От Авраама, Ицхака и Якова, это передается нам по наследству. Гена. Да. Поэтому у нас нет вот этого вот агрессии такой. Понятно, что когда нам дали и было больно, то была агрессия и было все. А сейчас потихоньку это спадает. И вот эта вот память наша, она короткая, понимаете. И действительно, в этом смысле, в Галуте, когда мы находимся сейчас в Галуте, в этом смысле мы проигрываем немножко нашим врагам. Но не дай Бог нам стать на уровень и мыслей, и действия с нашими врагами. Потому что надеюсь, Боизра Ташем, и верю, что Всевышний с нами, и Он нам помогает. И Он нам будет помогать и поддерживать. И никто не смог уничтожить за всю историю еврейского народа, никто не смог уничтожить еврейский народ. Все народы, которые были, их уже нет. А еврейский народ остался. Конечно же, с потерями, с болью, со всем. Но, Боизра Ташем, будем надеяться. Рэби нам говорит, что сейчас, последний период, это должно быть приход Машиаха без каких-то катаклизм, которые предсказывают. Есть раввины, которые говорят, будет Третья мировая война, война Гогу-Магог. Рэби говорит, что Гогу-Магог война уже была. Это являлась Вторая мировая война с немцами. Рэби говорит, что это война Гогу-Магог. То есть, сейчас это, сейчас должно произойти, приход Машиаха должен произойти с добротой и по-хорошему. Но, конечно же, мы видим, как мир содрогается. Последние года содрогается по разным причинам, как бы вышел из состояния равновесия. Но будем надеяться и молиться Всевышнему, чтобы как это было, чтобы это было все к лучшему Боизра Ташем.